К нам подключается финансист, член Президиума Совета по внешней обороне и политике Александр Лосев. Александр Вячеславович, приветствую вас. Здравствуйте. Традиционно в этот день, в это время поговорим о финансах, об экономике, все, что об этом связано. Самые такие замечательные и приметные события в этом мире больших денег. Ну и начнем с визита канцлера Германии Олафа Шольца в Китай. Встречался он сегодня с главой КНР Си Цзиньпином. Говорили они оба о честной конкуренции, но такое ощущение, что само по себе говорили на разных языках и о разном. Конкуренция была у каждого своя, что называется. Шольц недоволен демпингом со стороны Китая, перепроизводством со стороны Китая. Все больше китайских товаров приходит на европейский рынок, в частности, в Германию. И эти товары, по мнению европейцев, нечестную конкуренцию составляют. Потому что Китай, как государство, поддерживает производителей, в том числе производителей зеленой энергии. Это ветрогенераторы, солнечные батареи, электромобили. В общем, все то, что до недавнего времени любили продвинутые прогрессивные европейцы. Все должно быть зеленое, без токсичного российского газа. И на фоне вот этого визита, на взаимных упреках, потому что Си Цзиньпин сказал, что да, конечно, но мы тоже за честную конкуренцию, вы тоже конкурируете с нами честно, никакие там торговые препоны не ставьте. На этом фоне примечательная статья в агентстве Bloomberg появилась под названием «Евросоюз готовится к торговой войне с Китаем». И там приводится шквал новых торговых ограничений, которые уже введены, и которые грозит ввести против Китая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейн. Вот там все расследования по поводу демпинга и так далее. Но мы говорим сейчас об экономиках Китая и об экономике Германии. Крупнейшая экономика Азии, одна из крупнейших в мире. И крупнейшая экономика в Европе, взаимные упреки, взаимные претензии, но понятно, что хочется работать сообща, но так или иначе есть проблемы. А в чем ключевая проблема этих двух крупнейших экономик? В том, что Китай, по сути, сейчас заменяет Германию в производстве значительного ассортимента такой вот высокотехнологичной техники. Не случайно Шольц притащил с собой в КНР руководителей немецкой компании, таких как Mercedes-Benz, BMW, BASF. То есть, с одной стороны, немцы пытаются спасти свой бизнес, в том числе ведущие автоконцерны, бизнес автоконцернов, понимая, что Китай – это и площадки, где можно развернуть производство, Китай – это и рынок, Китай – это место, где энергия дешевле, чем в Германии, и где можно отсидеться в свое время. Веймарская Германия также спасала свой бизнес инжиниринговый, бизнес высоких технологий, автомобилестроение, перенеся производство в Чехословакию, ну, отчасти даже сотрудничает с Советским Союзом. Ничего нового здесь нет. Новое здесь только другое, что Шольц призывает Китай сократить избыточные промышленные мощности и прекратить эту конкуренцию, потому что Германия в этой конкуренции проигрывает. А Китай понимает, что теперь он главная всемирная фабрика. После того, как и Германия, и Евросоюз решились на антироссийские санкции, лишили себя дешевой энергии и возможностей, и еще и разорвали огромное количество цепочек поставок. Поэтому здесь переговоры с Китаем с позицией силы, такой вот неоколониальной, уже не получится. Поэтому, видимо, Шольц будет рассказывать что-то, чтобы показать своим западным хозяевам, что он что-то делает. Но главное для них, для немцев, спаси битнес. Поэтому реальные переговоры, я думаю, будут идти на условиях, которые продиктует Китай. Да, для Германии Китай это крупнейший торговый партнер. Там товарооборот годовой за 250 миллиардов евро. И агентство цитирует заявление одного из стоп-кленеджеров, Сименс, который тоже участвует в поездке вместе с Шольцем в Китай. Вот он обеспокоен все нарастущим напряжением в сфере экономики между Поднебесной и Евросоюзом. И призывает одуматься, потому что, по его мнению, глобальные цепочки создания стоимости выстраивались на протяжении последних 50 лет. И насколько наивным нужно быть, чтобы поверить, что все это можно изменить в течение 6 или 12 месяцев, говорит топ-менеджер Сименс. Ну, а мы видели на примере той же Германии и России, как цепочки, которые выстраивались не один десяток лет, санкциями были разрушены буквально за несколько месяцев. Повторится ли такое в отношениях экономических между Китаем, Германией, ну и по цепочке Евросоюза? Вполне может сейчас, то, что кажется немыслимым, может в один прекрасный момент произойти. Ну, тот же самый Сименс, который работал в России с середины 19 века. На трассу ушел. Приказали и ушел. И никто не спрашивает про убытки, никто не спрашивает про бизнес, про цепочки. То же самое может случиться в Китае, потому что, ну, тот же самый Чатум Хаус, организация нежелательная в России, это Королевский институт международных отношений, пишет, что глобальная экономика не деглобализируется, она разрушается. И цепочки, да, они создавались долго, но теперь стоит вопрос о том, чтобы создать френдшоринг или решоринг. То есть френдшоринг – это когда все цепочки, производственные, товарные и прочие, находятся в зоне союзников, в зоне стран, которые разделяют одинаковые интересы. И если Соединенные Штаты решатся на серьезное противостояние с Китаем, а рано или поздно они решатся, ну, значит, европейцам останется вариться внутри себя, внутри своих связей с Соединенными Штатами, Канадой, Британией и все. То есть у них вариантов для шоринга гораздо меньше, чем, ну, например, даже у нас, у Российской Федерации, которая с трудностями, да, но достаточно оперативно перестроила и логистические маршруты, и поменяла вектор торговых партнеров. У нас есть ресурсы, и энергетические, и ресурсы металлургические, любые, да, и человеческие, и подготовка кадров у нас, наконец, началась такая по-настоящему. Германия все это теряет. Ну, все. Они возвращаются во времена 30-летней войны, в лучшем случае. Говоря о металлургических ресурсах, нельзя не вспомнить о санкциях Соединенных Штатов и Великобритании, которые они в начале недели, в конце прошлой недели ввели в отношении российских металлов, в том числе и промышленных металлов, медь, алюминий, никель. И, понятно, наши компании говорят, что вот эти новые нелегитимные санкции на российские металлы, они усугубят ценовую неустойчивость, что уже показали биржевые котировки, что санкции повышают риск сбоев на рынке металлов, это спровоцирует рост цен. И на этом фоне тоже удивительно в Блумберге статья, вот прям скоро наши недруги припишут все-таки это агентство к пророссийскому, Блумберг пишет, что санкции США и Британии в отношении наших металлов закрепят за Китаем роль покупателя последней инстанции для Москвы. Но подразумевается, что то, что не доберут США и Британия, будет с удовольствием покупать Поднебесное. Вот покупатель последней инстанции станет Китай на ключевые сырьевые товары, как сейчас это, в принципе, происходит и с нефтью, и повысится роль Шанхая как площадки для установления цен на эти материалы. Материалы, имеющие решающее значение для мировой экономики. Об этом пишет, еще расскажу, американское агентство Блумберг. Получается, со штатами, не знаю, роль площадки сырьевой, наверное, какое-то время еще за ней поддержится, но наши металлы торговались достаточно активно на лондонской бирже металлов. Сейчас эти все сделки, я так понял, заморожены на неопределенный срок, пока действуют санкции. Получается, что Европа, ну и в частности Лондон, Великобритания, они сами на себе ставят крест, как на некогда крупнейших биржевых площадках, на которые все ориентируются. Они своими руками это передают Китаю. Ну, не знаю, символично или нет, то, что сгорела самая древняя биржа в Роттердаме. То есть можно ли сравнить, что там действительно все горит у них? Ну, смотрите, с одной стороны горит, а с другой стороны это, по сути, нечестная конкуренция. Потому что, когда они убрали ту же самую российскую медь или никель с своего рынка и своих ценовых центров, сразу резкий рост цены на цветные металлы. А кто в прибыли? Это британская Риотинта и американская Алкова. То есть они, по сути, избавились от конкурента, от поставок из России, и при этом повысили себе цену. То есть здесь уже вопрос другой, что много раз звучат на площадках БРИКС+, что нам необходимы собственные ценовые центры. Центры, связанные со определенными стоимостью нефти, энергоносителей, зерна, но теперь уже и металлов. Потому что все, как полагаться на лондонскую биржу металлов или на Чикаго, уже невозможно. Потому что вот этот фокус, который Запад, если бы проворачивал, имея резервные валюты и имея ценовые центры на своей территории, где он просто диктовал, что должно стоить, а весь мир ориентировался на эти цены, они могли занижать стоимость, завышать стоимость, если необходимо для того, чтобы какие-то возрасты тормозить, кого-то разгонять, но в любом случае получать прибыль. Вот теперь вот этот мир заканчивается. То есть это, скорее всего, удар по финансализации, то есть процессу превращения товарных рынков в финансовые, но не по прибыли американских и британских компаний. Да, ну, биржи старая горела в Копкингагене, я говорил себе с Роттердамом, но роттердамская биржа, которая интегрирована уже в глобальную Euronext, это тоже под большим вопросом. Как быстро наши производители металлов найдут замену тому, что поставлялось и в Британию, и в США, возможно, там какие-то дальше подтянутся какие-то вторичные санкции, как любят англосаксы и американцы. Насколько Китай готов поглотить те объемы, которые сейчас выпадают? Ну, вот как раз начинаем с того, с чего мы начали наш разговор. Китай готов, конечно, Китай готов стать, заменить собой Германию и прочие страны в сфере производства высокотехнологичной продукции, продукции машиностроения или продукции, связанной с зеленой энергетикой. А медь, допустим, это как раз металл, да, промышленный металл, металл зеленого перехода, так называемого. Поэтому Китай, безусловно, будет главным покупателем, но будут и другие покупатели. И снова появятся посредники, которые также будут закупать наши цветные металлы и продавать куда надо, так же, как это происходит с нефтью, с дизелем и со всем остальным. Просто вот таким решением наши противники обыкатят посредников, при этом наши поставки серьезно не пострадают. Буквально за несколько месяцев все цепочки будут перестроены. Ну и наши производители тоже в том числе просят поддержку от государства. Возможно, какие-то будут налоговые льготы. Как сейчас рассматривают налоговые льготы в отношении производителей золота против наших золотопромышленников? Тоже коллективный запад достаточно серьезно возбужден. И в Минфине в нашем заявили, что рассматривают возможность отмены экспортной пошлины на золото при введении на него повышенного НДПИ, налогодобычу на полезные ископаемые с 1 июня. Об этом сообщил директор департамента министерства Волков. Этот вопрос сейчас в текущий момент рассматривается. Насколько должно быть участие государства в объем помощи от государства при таких случаях, чтобы и рынок не разбалансировать, но и чтобы отрасль вытянула достаточно быстро себя? Мы видим из этих обсуждений, что золото, во-первых, становится почти нефтью. Там тоже нет экспортных пошлин, но есть НДПИ, то, чего добивались долго нефтяники, хотя экономисты критикуют такое положение вещей. Но, тем не менее, нефтяники довольны, Минфин доволен. И плюс золото становится деньгами, чистыми. Потому что, если мы экспортируем золото во внешний мир, а внешний мир все больше и больше покупает золото, понимая, что доллару доверять уже невозможно, то получается, что вот такая двойная поддержка. С одной стороны, это приток валютной выручки, а с другой стороны, это и налоговый режим, как у нефтяников. Но и никто из нас не сомневается, что у нефтяников все хорошо. Да, все хорошо. Но, что касается золота, как нового мерила, да, совершенно верно. И все больше и все больше аналитиков, в том числе и в западных, инвесткомпании банков говорят о том, что золото будет дорожать. Дорожать достаточно серьезно и дорожать достаточно быстро. В частности, аналитики Сити повысили прогноз по золоту до трех тысяч долларов за тройскую унцию в течение полугода, ну, максимума года. Сейчас унция тройская стоит 2374 доллара. Спрос на золото мы видим, и связывали это раньше с тем, что все меньше доверия к доллару. Но последние события на рынке Форекс показали, что доллар сохраняет за собой хоть и призрачное, но звание валюта-убежища. Серьезное укрепление американской валюты практически ко всем развивающимся валютам. Рубль сегодня тоже несколько слабеет к доллару. сейчас с котировки 94 рубля 20 копеек за доллар, при этом что евро чуть выше 100 рублей. Говорят, что несколько причин ослабления рубля, но главное все-таки называется укрепление доллара в мире. А доллар в мире укрепляется потому, что вновь некая такая неопределенность и с ключевыми ставками глобальных центробанков. Ну и неизвестно, что будет дальше. Вроде как американская экономика статистику показывает достаточно хорошую по сравнению даже с теми же европейскими крупными странами. Действительно, вновь возвращается доллар, возвращает себе доллар звание валюты-убежища? Ну, не совсем. Доллар сейчас главная валюта процентного арбитража, так называемый карри-трейд. Когда в Японии ставки около нуля, они только-только вошли на положительную территорию чуть-чуть. Когда в Европе ставка 4,5, в Штатах ставка 5,25 и уже говорят о том, что она может вырасти, потому что с амфляцией они справиться не могут. Соответственно, вот на этой разнице, ну, знаете, как разница потенциалов, там течет ток, и капиталы бросились в Соединенные Штаты. Проблема в другом, что убежище-то, оно убежище, но для того, чтобы получить эти проценты, вам необходимо покупать какие-то американские финансовые инструменты. Длинные казачейские облигации никто покупать не хочет, понимая, что там еще будут проблемы. И вот 30-летние американские облигации, которые размещались по цене 100 в свое время, до начала ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, сейчас торгуются на уровне 48% минал, там падение более чем в два раза. Понятно, что никто в это лезть не хочет, поэтому только короткие размещения. Поэтому то, что мы наблюдаем, такой краткосрочный эффект, чем больше будет бюджетных проблем у Соединенных Штатов, тем меньше будет желания бежать в доллар, тем больше будет желания покупать какие-то реальные активы, ну, там, и золото, и нефть, запасы делать, и промышленные металлы, и месторождения, и что-то еще. Да, поэтому то, что мы наблюдаем по американскому доллару, явление краткосрочное, вот так вот работает тот самый критрейт. А вот мы в начале беседы обсуждали растущую роль Китая как площадки для установления цен на достаточно большой круг товаров, глобальный, да, будет глобальная площадка. Это как-то повлияет, что Китай станет номером один в определении цен? Повлияет на исключительно стекущую доллара? Станет ли юань его заменой в этом случае? Нет, до конца не станет, но на доллар это скажется очень негативно, потому что когда все в долларах, и расчеты, и определение стоимости в долларах, когда весь товарный мир превратился в мир финансовый, вот знаете, как в греческой мифологии царь Мидос, Мидос, до чего не касался, все превращается в золото, да, это ничего не касается, все превращается в доллары, но тем самым обеспечивая функционирование доллароцентричной финансовой системы. Вот сейчас, когда часть уйдет из этого доллароцентричной финансовой системы, долларов имитировано слишком много, долгов в долларах много, а вот товарная масса в долларах станет меньше, намного меньше. И это такой серьезный раскол. Да, Китай получит серьезные преимущества, и мы получим глобальный юг, потому что избавиться от диктата финансовых центров в Вашингтоне или в Лондоне. А вот у них будут проблемы. Да, так и будет. Спасибо большое, Александр Вячеславович. Александр Лосев, финансист, член Президиума Совета по внешней оборонной политике, был с нами в этом часе. Всего доброго.